В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Спасибо за добрые дела. В администрации округа наградили членов общественной палаты и волонтеров. Мы как раз должны и обязаны сделать максимально от нас зависящее, для того, чтобы нашим ребятам, людям, которые за чертой мирной жизни находятся, было полегче. Осень – активная пора у врачей от Арина Ларингологов. Часто страдают уши, такие как хронические атиты обостряются. В центральной библиотеке прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню Белой Трости. День, когда мы можем вспомнить таких замечательных людей, у которых есть проблемы со зрением, но они все равно являются членами нашего общества. В администрации Ленинского округа наградили членов общественной палаты муниципалитета и волонтеров, которые принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. О людях с добрым сердцем расскажет Юлия Погосьян. В первый же день специальные военные операции члены общественной палаты, долго не думая, и приступили к работе. На своей базе организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Сначала для людей, которые остались в Луганской и Донецкой народных республиках, а затем для беженцев, которые переселились в Ленинский городской округ. Сегодня приоритетная задача – поддержать военнослужащих и их семьи. Мы прекрасно понимаем, что в каждой семье есть какие-то точные моменты, которые в любом случае уникальны. Для этого была создана специальная база данных, которые нам дают доступ. И мы, соответственно, будем понимать, что если в какой-то семье в каком-то моменте требуется поддержка, которая не может организовать по каким-то причинам администрации или что-то, или не получается у них, и требуется включение общественников, волонтера, то мы в эти вопросы будем брать на контроль и самостоятельно искать поиск их решений и помощи. Работу членов общественной палаты и привлеченных волонтеров оценили на самом высоком уровне. Сегодня в здании администрации муниципалитета состоялось торжественное награждение. Грамоты и благодарности вручал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Волонтеры, волонтерство, оно за последние, наверное, три года очень плотно вошло в нашу жизнь. Если раньше это было что-то, может быть, не то что там чрезвычайное или что-то такое из себя, то сейчас мы понимаем, что оно практически в каждом моменте нашей жизни. Спасибо. Я повторюсь, вы наши герои. Вы герои. Спасибо. Среди награжденных членов общественной палаты Шамир Гамзатов о своих заслугах предпочитает не распространяться. Говорит, просто не мог оставаться в стороне. Двигало им исключительно милосердие. Почетная грамота главы говорит о том, что работаем правильно, работаем в правильном направлении, вместе с общественной палатой, как и являюсь членом общественной палаты. Я считаю, что это прорыв в хорошее будущее. Волонтерский штаб Ленинского округа – один из самых масштабных и активных в области. Это отметил и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко, который тоже сегодня поблагодарил общественников. Победа будет за нами. Мы как раз должны и обязаны сделать максимально от нас зависящее, для того, чтобы нашим ребятам, людям, которые за чертой мирной жизни находятся, было полегче. Сбор помощи продолжается. К нему подключается все больше неравнодушных жителей округа. Это даже долг, наверное, каждого жителя, не просто там депутата или человека, который имеет какое-то отношение к общественной жизни нашего округа. Это долг каждого жителя – помочь тому, кому сейчас трудно приходится. И люди, оказавшиеся за чертой действительно мирной жизни, они оказались в очень страшном положении. Их надо было поддержать, оказать помощь, правильно направить, сориентировать. Сегодняшнее награждение – лишь небольшая передышка от ежедневного напряженного труда на благо людей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. ВиднетВ. Очередной гуманитарный груз готовится к отправке в Донецкую, Луганскую, Народные республики и Мариуполь. В сборе приняли участие предприниматели, управляющие компанией, депутаты и просто неравнодушные жители Ленинского городского округа. Продукты питания, спальники, туристические коврики, одеяла, теплые одежды и обувь, медикаменты. Больше 15 тонн гуманитарного груза собрали неравнодушные жители Ленинского городского округа для участников специальной военной операции и жителей Донецкой и Луганской народных республик. Мы сейчас активно работаем с предпринимателями на территории. Мы начали подключаться жители. У нас уже первая партия гуманитарного груза уехала. Мы взяли подшествие 42-ю мотострелковую дивизию. Там служат более 15 тысяч человек. И получили обратную связь, конкретно в списке, что необходимо. Часть груза отправится в госпиталь в Мариуполе, где местным медикам сейчас помогает депутат и врач Александр Баюклин. В основном это лекарства, а также теплое одеяло, спальные мешки и горелки. Также из собранного формируются продуктовые наборы для нуждающихся. В Ленинском городском округе, в городе Видное, при поддержке главы Спаскова Алексея Петровича и администрации, начал свою работу в Центр поддержки мобилизованных. Там можно будет получить социальную поддержку, получить помощь в трудоустройстве. Специалисты окажут психологическую поддержку. Центр открыт по адресу улица Школьная, дом 24А, кабинет 103. И работает ежедневно с 9 до 18.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 498 547 3432. Ну а сбор помощи будет продолжен военным. Сейчас прежде всего необходимы квадрокоптеры и автомобили. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Специалисты Видновской районной клинической больницы активно работают над тем, чтобы пациенту было максимально комфортно приходить на прием. Растет и число новых врачей. С одним из них познакомился наш корреспондент Максим Козлов. Южная поликлиника, открытая в Дрожжино чуть меньше двух лет назад, сегодня по праву считается одной из лучших в составе ВРКБ. Благодаря различным федеральным программам поддержки врачей, ее штат постоянно пополняется новыми специалистами. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Олегу Орехову 28 лет. В Южной поликлинике участковым врачом-терапевтом он работает недавно, всего два месяца. Несмотря на относительно молодой возраст, доктор уже имеет довольно внушительный опыт работы в различных лечебных учреждениях. Сам в Тульской области первое время жил в Москве, пока учился. Работал в ковидном госпитале. После этого я устроился терапевтным участком в городе Люберцы и, соответственно, переехал туда. Благодаря программе «Земский доктор», которая направлена на финансовое поощрение молодых специалистов, Олег вместе с женой и двумя детьми решил перебраться в Южную поликлинику в Дрожжино и ни дня не пожалел. Здесь гораздо лучше построена организация работы медицинских учреждений вплоть до оснащения. Коллеги помогают, естественно, есть же узкие специалисты и терапевт это же специалист более широкого профиля. Мы, соответственно, можем где-то созвониться, скооперироваться с узкими специалистами завочно для того, чтобы помочь пациенту. В настоящий момент в лечебных учреждениях проходит Всероссийская неделя коррекции артериального давления. Доктор Орехов рекомендует всем, особенно лицам пожилого возраста, посетить врача и проверить состояние своего здоровья. Артериальная гипертензия – это очень коварное заболевание, характеризующееся бессимптомным течением. В связи с чем многие пациенты не обращают внимания, не замечают или просто не видят последствия осложнений и в принципе течения, клинического течения артериальной гипертензии. И обращаются к нам уже на стадии осложнений, когда идут клинические проявления тяжелых осложнений, таких как ремоделирование сердца, таких как хроническая ишемия головного мозга, которая может привести к инсультам. Основные повреждения все-таки приходятся на сосуды, как я уже сказал, может приводить к инсультам, хронической ишемии головного мозга, в том числе и к инфаркту миокарда в связи с стенозом коронарных артерий. Так что найдите время, чтобы посетить поликлинику, а заодно и познакомиться с новым специалистом в дружной команде Видновской районной клинической больницы, врачом-терапевтом Олегом Ореховым. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Поздняя осень – время обострения многих заболеваний. К врачам обращаются пациенты не только с первыми признаками респираторных инфекций, но и уже с осложнениями. Лорам приходится разбираться с большим количеством отитов, синуситов и ларингитов. Как реагирует ухо, горло, нос на первые морозы узнала наш корреспондент Галина Житкова. Холодный ветер с ледяным дождем, а еще и мокрым снегом – вполне реальная картина для конца октября. Понижение температуры воздуха и повышенная влажность как следствие влекут за собой активный рост респираторных инфекций. Осень – это время простудных заболеваний и, естественно, к лор-врачу увеличивается количество пациентов. Часто страдают уши, такие как хронические отиты обостряются, заболевания с горлом, с носом. Ну, больше всего, конечно, это уши. Пациентом врача ухо-горло-носом может стать каждый. Проблемы возникают как после обычных респираторных инфекций, так и ковида. Перенесенные заболевания снижают иммунитет и приводят к обострению многих хронических заболеваний. Здесь уже важна точная диагностика и правильная постановка диагноза. Наши лор-кабинеты оснащены комбайнами, эндоскопическими приборами, которыми мы можем посмотреть полость носа, носоглотку, ушей, гортань под увеличением. Пенсионерка Раиса Михайловна Котова скоро ложится на операцию по удалению катаракты. В плане подготовки и визит Кота Риноларингологу. Говорит, что очень порадовало доброе отношение. Прекрасные врачи пригласили, спросили, осмотрели меня. Мне много лет, и я думаю, господи боже мой, неужели еще есть такие прекрасные люди? Обострение хронических заболеваний или профилактический осмотр не так уж и важно. Главное, чтобы на приеме возникло полное взаимопонимание между врачом и пациентом. А в постановке правильного диагноза поможет техника, которой по стандарту оснащения укомплектован лор-кабинет. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке города Видное прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню Белой Трости. На праздничную встречу были приглашены члены Ленинского отделения общества слепых. Ленинское отделение Всероссийского общества слепых было создано в 1991 году. В настоящее время организация объединяет около 100 человек разных возрастов. Одна человек теряет зрение, у нее другие, как говорится, просыпаются. Функции. И слепой человек, он творческий получается сразу. Сколько вот у меня групп оргов, они все люди творческие. Самая взрослая участница общества – Валентина Захарова. В свои 96 она энергична и жизнерадостна. Пришел ко мне мой правнук, уже правнук. Я у него спрашиваю, сынуль, сколько мне лет? А он мне говорит, бабушка, я знаю. Я говорю, сколько? 96. Я говорю, ну я буду жить до 104. А он сидел и говорит, нет, ты будешь горжись. Это нам нужно до 124. Организация большого количества мероприятий – один из способов заинтересовать и поднять настроение своим подопечным. Супруги Виктора и Галина Карповы в обществе около трех лет. Стараются посещать все праздники, которые проводит организация. Во всех мероприятиях, когда приглашают, да, и во дворец спорта ходили, да, фестиваль здоровья был там, все общества там были. Ездили, по-моему, в Мятище, там был областной съезд, мы там участвовали, в этом съезде. Было очень интересно, хороший концерт нам показали, какие-то сувениры нам подарили. Международный день «Белые трости» – это дата, как дань уважения, помощи и милосердия. И повод напомнить окружающим о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди в повседневной жизни. На праздничное мероприятие, которое прошло в Центральной библиотеке города Видное, были приглашены почетные гости. Мы умеем и живем, собственно, используя максимально все данные нам небесами ресурсы. Живем мы в разных условиях, и ресурсы у нас разные на то, чтобы удовлетворить свои потребности, потребности наших близких. Но самое главное, что мы умеем держаться, верить в завтрашний день и знаем, абсолютно точно знаем, что он придет вот такой, как сегодня, красивый и солнечный. В третий раз мы собираемся в этом замечательном месте, для того, чтобы, хоть вы говорите, что это не праздник, но для меня это все-таки праздник. День, когда мы можем вспомнить таких замечательных людей, у которых есть проблемы со зрением, но они все равно являются членами нашего общества. Как и на любом празднике не обошлось без подарков. На встрече также выступили местные артисты и поэты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.